Причины развода. Часть первая. С именем Аллаха Милостивого ко всем на этом свете и лишь куверовавшим на том, хвала Аллаху Господу миров, милости и благословения лучшему из творений и самому благородному из посланников Мухаммаду, его роду и всем сподвижникам. Уважаемые сестры, я очень благодарен вам за то, что вы пришли на это мероприятие ради получения знаний. Думая о том, какую выбрать тему для вас, я решил затронуть глобальную проблему нашего времени. Это причины увеличения числа разводов в нашем обществе. Я был поражен, когда увидел статистику разводов, и был очень огорчен этим, так как развод – это одна из тех вещей, которые разрушают наше общество. Мы должны знать, что любая проблема, которая возникает в обществе, не появляется сама по себе, а только лишь посредством халатности, будь то мужчин или женщин. И сегодня, с дозволения Аллаха, я постараюсь вам разъяснить причины, которые приводят к увеличению числа разводов. Такфир, то есть приписывание куфра мусульманам и увеличение разводов среди мусульман – это то, чего ученые больше всего боялись, ибо именно эти два вируса наносят огромный и непоправимый вред нашему обществу. Почему? Потому что такфир приводит общество мусульман к расколу, который в итоге перерастает в кровопролитие, а разводы способствуют увеличению числа детей, которые растут без всякого внимания родителей и разведенных женщин. Все это приводит наше общество к хаосу. Мне всегда бывает жаль детей разведенных родителей больше, чем детей, которые остались сиротами. Ведь детей, у которых умерли отец или мать, со всех сторон охватывают внимание и жалость окружающих людей. А дети разведенных родителей не только лишены всего этого, но вдобавок они оказываются вовлечены в психологические конфликты своих родителей. Поэтому я всегда говорю, если после свадьбы вы не можете никак найти общий язык, и развод между вами неизбежен, то разводитесь до рождения детей. Дорогие сестры, сейчас я вам перечислю и разъясню несколько основных причин, которые проявляются еще до заключения брака и приводят к тому, что в нашем обществе резко увеличивается число разводов. Первая причина развода кроется в неверном поведении родителей до заключения брака. Один из примеров, когда родители насильно выдают своих дочерей за парней, с которыми их дочери не хотят заключать брак и строить свою семейную жизнь. Я, конечно, не имею в виду ситуацию, когда девушка, благодаря переписке в социальных сетях, полюбила человека, который не обладает никакими положительными качествами и упрямо стоит на том, что выйдет только за него. Это все исходит из-за глупости и отсутствия размышлений у девушки, которая увлекается ложной романтикой. В таких историях нужно находить особый подход и стараться открыть глаза опьяненным от любви и романтики девушкам. В противном случае девушка, у которой очень маленький жизненный опыт, сама выбирает путь, который приводит ее к гибели. Поэтому родители обязаны выдавать своих дочерей только за достойных людей, чтобы в дальнейшем они не потерялись в этой жизни, совершив массу ошибок, которые могут сломать им жизнь. Второе. Другая ошибка, которую родители совершают до свадьбы, это когда они балуют дочерей, создавая максимально комфортные условия для них. В результате девушки отказывают всем, включая достойных парней, которые обладают всеми положительными качествами. А происходит это так, поскольку эти девушки пребывают в ожидании принца на белом коне. Ко мне однажды пришли родители, которые жаловались, что их дочь отказывается выйти замуж за прекрасного парня из хорошей семьи, ссылаясь на то, что у него маленький рост. Уважаемые сестры, если жених, который сватается к вам или к вашим дочерям, богобоязненный, воспитанный и из хорошей семьи, то зацикливаться на его росте, весе или других мелочах является большой глупостью, так как самое важное, что должно быть в женихе, это богобоязненность и воспитание. Третий неправильный шаг – это когда мы объединяем в семейный союз людей, которые в жизни не видели друг друга. Находясь в одном конце нашей республики, девушка переписывается с парнем, который находится в другом конце республики, и выходит замуж за него, купившись на его острый и хитрый язык. А когда их семейная жизнь переходит из виртуального мира в реальный, девушка находит этого парня, которого она считала самым лучшим на свете, самым подлым и плохим человеком. Так на что же мы должны обращать внимание во время построения семьи, будь то своей или своих детей? Это религиозные убеждения и уровень богобоязненности спутника или спутницы. Человек, который искренне боится Всевышнего Аллаха, никогда не будет притеснять свою жену из-за ее определенных недостатков. Так как он знает, то он предстанет в судный день перед Аллахом и может за это понести страшное наказание. Естественно, у девушки, которая выбрала спутником своей жизни с таким мировоззрением, будет мало проблем и забот в семейной жизни. А та, которая по своей глупости или по наивности выбрала спутником своей жизни человека, который не чувствует страха перед наступлением судного дня и не испытывает ответственности за свои поступки перед Всевышним, пройдет через всевозможные мучения и страдания и не исключено, что конечным итогом ее семейных отношений будет развод. Поэтому, сказал посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, выбирайте религиозных, отдавая преимущество вере над богатством и красотой. Четвертое. Следующая причина, которая приводит к разводу, это большая разница в возрасте между женой и мужем. Вы можете мне предъявить, а как насчет того, что Хадиджа была старше посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, на 15 лет? Да, это так, но сегодня не век праведных предшественников. И то, что мы носим имена Хадиджа и Мухаммад, еще не означает, что нам достался такой же нрав, какой был у них. Перечисленные мною выше 4 пункта касаются того, что необходимо соблюдать до свадьбы или до начала совместной жизни. Далее я вам разъясню причины, которые связаны именно с мужчинами. Первое. Первая причина из тех, которые имеют отношение к мужчинам, касается ситуации, когда парни выбирают красивых жен, для которых красота, мода и роскошь важнее всего на белом свете. Почему? Потому что брак, заключенный с человеком, у которого жизненные ценности заключаются в этом треугольнике, рушится при первом же испытании семейной жизни. Я приведу вам удивительный пример из моей жизни. За одного знакомого мне парня была засватана девушка, у которой мировоззрение было построено на треугольнике, который я ранее упомянул. Так вот, еще перед свадьбой мать жениха с сестрами приехали в Хасавюрт, чтобы купить вещи для так называемого в народе чемодана. Но во всем Хасавюрте они не нашли то, что им было по нраву, и вернулись обратно. Вы только подумайте, Хасавюрт – это город, который славится своими рынками, как говорят, если где-то и продают ядерную бомбу, то найти ее можно на рынке Хасавюрта. А уже после женитьбы он отправляет жену обратно домой, по причине того, что ему не понравилась ее фигура. Если на рынках Хасавюрта не нашли подходящую одежду, то как же найти ту, на ком эта одежда будет впору? Вот это и есть болезнь нынешних мусульман. У таких мусульман ислам стоит на последнем плане, а в первую очередь их интересует то, что продиктовано их невежеством. Но разве возможно на фундаменте невежества построить семейный очаг? Это и служит причиной частых разводов в нашем обществе. Вторая причина, которая приводит к разрушению семьи по вине мужчины, это когда мужчина, который все время бьет себя в грудь своим «Я» не проявляет заботу о своей семье и халатно относится к жене. К примеру, некоторые мужчины уезжают на заработки в Россию и пропадают там целый год. И когда в течение года приезжают домой на неделю, с первого дня прибытия, устраивают дома чай и питье, приглашают друзей со всего края, жену закрывают на целую неделю на кухне, а на восьмой день они уезжают обратно, то ли к своей работе, то ли к своей Наташе, так и не выделив пару минут для жены и для семьи, снова оставляя супругу на произвол судьбы среди проблем семейной жизни. В конечном итоге такая обстановка в семье и такое безразличное отношение мужа вынуждает женщину совершать всякие глупости или требовать развод, разрушая семью. Поэтому муж должен охватывать своим вниманием все стороны своей семьи и хозяйства, проявляя беспокойство за каждую мелочь, которая случается в его семье. Третья причина, которая приводит к разрушению семьи, это отсутствие милосердия мужа по отношению к своей жене, поспешность вынесения решений относительно недостатков жены. Муж является хозяином семьи, поэтому он должен обладать океаном терпения. Муж должен всегда проявлять понимание во всех вопросах, связанных с женой. Четвертая причина, которая также приводит к массовым разводам, это дальние поездки на заработки мужей на длительное время. Когда семейная пара проводит много времени вдали друг от друга, то любовь, которая у них была по отношению друг к другу, потихоньку начинает исчезать. Женщины должны понимать, что их мужья в их отсутствии, выходя в свободное пространство, могут попасть в поле зрения радиолокационных волн, радаров других женщин, подобно тому, как радары ПВО обнаруживают самолеты иных стран. Поэтому жены должны приложить максимум усилий для того, чтобы их мужья всегда испытывали желание вернуться домой, не пересекая то пространство, что охватывают чужие радары. Бывают моменты, когда мужчина может взять вторую жену, но это не будет мужским поступком с его стороны. Мы знаем, Хадиджа была старше посланника Аллаха на 15 лет. И посланник Аллаха в течение 25 лет, которые он прожил с ней, до самой ее смерти, не то, что не взял вторую жену, даже не нанял рабыню себе. Почему? Потому что она была первой из всех людей, кто уверовал в посланника Аллаха алейиссаляту ассалям. Самые трудные для Ислама и для самого посланника Аллаха саллиллаху алейиссалям моменты, она стояла рядом с нашим пророком алейиссаляту ассалям и пожертвовала все свое имущество ради религии Аллаха. Из жизнеописания нашего пророка мы знаем, что во время блокады, объявленной мекканскими язычниками, сподвижники настолько голодали из-за отсутствия еды, что питались козлиными шкурами и травой. И в такой трудный для Ислама период Кадиджа была человеком, который все потратил на пути Аллаха, обеспечивая самого посланника Аллаха алейиссаляту ассалям и всех других мусульман, которые находились в блокаде. Так как ревность это то, что заложено в природе каждой женщины, посланник Аллаха алейиссаляту ассалям не позволил себе ранить сердце Кадиджи, взяв вторую жену. Поэтому не ранить сердце своей супруги, взяв вторую жену, если первая отдала тебе все, что у нее есть, в то время, когда ты голодал, это тот путь, который избрал в своей жизни посланник Аллаха саллиллаху алейиссалям. Имам Аль-Газали пишет в своей книге Ихья, что достойные люди в богатстве будут вспоминать и ценить тех, которые посещали их в то время, когда они находились в бедности. В день взятия Мекки к пророку саллиллаху алейиссалям пришла пожилая женщина, и пророк алейиссаляту ассалям постелил ей свой халат, чтобы она села, и начал с ней разговаривать. Мать правоверных Аиша, да будет доволен ее Аллах, удивленная этим, спросила, кто это так долго общается с пророком алейиссаляту ассалям. Посланник Аллаха саллиллаху алейиссалям ответил, когда Хадиджа была жива, эта женщина часто посещала их семью. И Аиша из-за ревности упрекнула пророка саллиллаху алейиссалям в том, что он все время говорит про Хадиджу, в то время, как Аллах дал ему намного моложе и лучше нее. В это время посланник Аллаха алейиссаляту ассалям остановился в лице и сказал «Поистине, Хадиджа первая уверовала в меня, Хадиджа та, от которой у меня будет потомство, и она та, которая потратила все свое богатство ради меня». И далее Аиша сказала, что поняла то, что посланнику Аллаху алейиссаляту ассалям не нравятся такие разговоры и перестала их вести. Точно так же бывают моменты, которые дозволены шариатам, но не украшают имамов или знающих людей. Далее мы перечислим причины разводов, которые касаются именно женщин. Первая причина – это лояльное отношение жены к порядку и чистоте в своем доме. Целый день, работая как лошадь, муж приходит домой уставшим, как говорят, убитый, заработав немного денег для обеспечения семьи. А жена в это время сидит перед телевизором с пультом в руках, добивая очередную пачку семечек. Или же занимаясь всякой ерундой, не ухаживает за своей внешностью, в то время как вокруг мужа множество соблазнов. И если муж, сердце и навс которого тянется к красивым, ухоженным женщинам, начнет искать вторую жену, то знаете, в этом вина его жены. Когда жена своим внешним видом не привлекает своего мужа, то в обязательном порядке он будет искать и вторую, и третью жену. Когда жена встречает мужа после работы, снимая с него накидку, с улыбкой на лице, угощая его горячей едой, чистя его обувь, то муж, где бы он ни находился, будет спешить домой. И сердце его найдет покой только дома, возле такой жены. Многие думают, что атмосферу регулируют кондиционер или отопление, но нет, дорогие сестры. Дома атмосферу регулирует жена. Сааду Хаджи Асул Мухаммад по этому поводу говорил, что в том доме, в котором нет жены, не будет света, если даже там будет включена лампа самого большого размера. Вторая связанная с женой причина, которая приводит к разрушению семьи, это когда жена начинает требовать от мужа чересчур много. Например, когда муж получает в месяц 10 тысяч рублей, а жена требует только на свои личные расходы 30 тысяч, то муж найдет себе богатую разведенную жену, которая сможет обеспечивать и себя, и его. Поэтому такую позицию жены нельзя назвать мудрой. Жена обязана учитывать доход своего мужа и, исходя из этой суммы, совершать траты. Имам Аль-Газали в своей книге Ихья пишет «Не женись на той, которая все время ноет и жалуется, и не женись на той, которая проявляет желание покупать все, что попадается ей на глаза». Имам Аль-Газали также пишет в книге Ихья, что наступят времена, когда гибель человека будет в руках его жены или детей. К примеру, жена все время предъявляет мужу претензии за то, чужая машина лучше, а дети все время жалуются, что у одноклассников дорогие телефоны, а у них нет. В результате такого давления муж начинает зарабатывать деньги, не учитывая границы дозволенного и запретного. А запретный заработок это то, что портит вашу семью. Жена все время должна удерживать мужа от запретного заработка, так как это в свое время делала Рабиа Туль-Адауия, которая всегда говорила своему отцу, когда тот выходил на заработки, «О, отец, мы готовы голодать вместо того, чтобы есть запретное, поэтому я прошу, не приноси домой запретное». Почему она так настоятельно просила отца, чтобы он не касался запретного? Потому что она знала, что человек, который питается запретным, подобен бешеному псу, которому все равно, за что он кусает. Также жена не должна привыкать к роскоши. Я помню случай, когда один человек женился на девушке из богатой семьи, и когда к нему в гости приехали друзья, она обратилась к мужу по имени и сказала, «Забери их в кафе». А когда приходилось по дому хоть чуть-чуть что-то делать, она сразу начинала капризничать, говоря, что хочет к маме. уважаемые сестры, вы должны знать сами и обучать этому своих дочерей, что терминами в кавычках «к маме хочу» и «кафе забери» семью не создают и не сохраняют. Асма, да будет доволен ее Аллах, сестра Аиша, да будет доволен ее Аллах, рассказывает, что она настолько ухаживала за своим мужем Зубайром, сыном Ауаме, да будет доволен имя Аллах, что даже для его лошади она готовила еду. Кроме того, она была настолько храброй, что не боясь никого, каждый жаркий день приносила еду в пещеру Саур, когда там укрывались ее отец Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, и посланник Аллаха, алей-иссаляту ассалям. Если все жены будут брать пример с Асмы, то представьте, какой баракад будет в семьях. Сегодня мы сами портим наших дочерей, покупая им самые дорогие телефоны и другие гаджеты. Я был в шоке, когда узнал, что родители покупают девушкам телефоны с средней стоимостью от 25 до 30 тысяч рублей. Уважаемые сестры, очнитесь, опомнитесь. Те дорогие телефоны, которые вы покупаете своим детям, становятся причиной провалов в их учебе, возможностью получения ими лишней и ненужной информации и даже могут стать причиной пожизненного позора, да убережет нас Аллах от этого. Вы скажите мне, сестры, зачем нам такие дорогие предметы? Ведь наши матери и предки жили прекрасно и счастливо без дорогих телефонов и стиральных машин, имея семеро или шестеро детей, таская воду на спине, работая на полях площадью в несколько гектаров. Это нам о чем говорит? Это говорит о том, что главная причина счастливой жизни в семье не шикарные условия, а воспитание, которое родители дают семейной паре. Сегодня некоторые жены, имея дома все условия, начиная от стиральных машин и только двое детей, от собственной лени нанимают молодых домработниц. Каждый день, когда его жена спит или гуляет где-то, приходит привлекательная домработница и муж невольно влюбляется в нее. В результате лени и глупости своей, жена уступает свой семейный трон несчастной домработнице. В итоге, кто главный виновник всей этой Санта-Барбары? Конечно, жена, которая по своей глупости подарила мужа домработнице. На сегодняшний день очень много смут возникают у нас из-за того, что мы не соблюдаем границы, установленные шариатом. Я бываю в шоке, когда вижу, как вроде бы соблюдающие мусульмане отправляют своих жен куда угодно, одних, на такси или же на транспорте с мужчинами, которые не являются им махрамами. Уважаемые сестры, во всех запретах, которыми Всевышний остерегает нас, заложена огромная мудрость, и малейшее нарушение этих рамок приведет нас к фитни и ненужным слухам. К примеру, возьмем историю, где лицемерами была оклеветана мать правоверных Айше. Мудрость этой истории в том, что если нашлись люди, которые оклеветали жену самого пророка алейиссаляту ассалям, то обязательно найдутся и те, которые смогут оклеветать наших жен. Поэтому мужчина должен проявлять богобоязненность и ревность на высшем уровне. Мухаммад Ариф в Кудисе Сирруху рассказывал, был один человек из Кахибы, которому приходилось каждый день на ГАЗ-53 ездить до Хибда в Кахиб. В те времена не было так много общественного транспорта, как сейчас. Ему приходилось забирать всех, кто попадался на пути. Этот мужчина разделил кабину своей машины наполовину фанерой, как мы разделяем комнату, чтобы и людей на дороге не оставлять, и рамки шариата не переступать. Вот так мужественно соблюдали шариат наши предки. Вы навсегда запомните один момент. Рамки шариата это такая вещь, если их соблюдаешь, то и дальше будешь соблюдать, а если приступаешь, то продолжишь в том же духе. Следующая обязанность жены это ее кухня. Жена должна уметь готовить мужу вкусно и сладко. В книгах написано, что когда мы принимаем еду от кого-то, то у нас к этому человеку появляется симпатия и уважение. А если муж не принимает ту еду, которую приготовила ему жена, и обедает и ужинает в разных кафешках и ресторанах города, то, конечно, сестры, пламя романтики и симпатии между мужем и женой потихоньку погаснет. Вы навсегда запомните, самая лучшая, вкусная и благодатная еда это та еда, которую жена приготовила мужу искренне, совершая омовения, читая молитвы. Из книг о Тасауфе мы знаем, какое важное место занимает в нашем поклонении чистая еда, приготовленная в омовении с чтением разных молитв и сур. А если человек кушает где попало, не разбирая, кто и как ему приготовил еду, элементарно не разделяя халал и харам, то, естественно, у него погаснет любовь и симпатия к жене. А сегодня жены вместо того, чтобы оберегать своих мужей, не давая им кушать, что попало, приготовив дома разные блюда, заставляют их кушать в кафешках или покупать все в супермаркетах, а потом жалуются на весь мир, что мужья их не любят. Если жена будет каждый раз готовить ему самовением и каждое утро после тагаджуд намаза просить у Всевышнего Аллаха благодать мужу и своим детям, то в ее доме никогда не будет семейных проблем. Вы все, наверное, знаете больших мюридов из вашего района Ихаса Ама и Абдурашида из Алмака. Ихаса Ама рассказывает, что после трехдневного трудного сафара они попали на Мавлид к одному брату. Так как после трудного сафара все были голодными и уставшими, он начал кушать все подряд. Абдурашид из Алмака не поел ничего, сказав, что он выпил лекарство, после которого определенное время нельзя кушать и оказывается стучал по столу, намекая товарищу, чтобы тот не кушал. А Ихаса, конечно, этого не заметил, так как был занят своим делом. После этого он начал жаловаться Абдурашиду, что от Вирдов и Аскаров ничего не чувствуют. На что тот ответил, конечно, не будешь чувствовать, брат, так как те, которые готовили еду на этом мероприятии, были так плохо одеты, что в верхней части на них почти ничего не было. У меня тоже был случай недавно, когда попал на одно мероприятие, где женщины, которые готовили кушать, были чуть ли не раздеты. Я, вспомнив этот случай, сказал, что соблюдаю диету и не покушал ничего. Поэтому, женщины, когда вы будете готовить еду, разницы нет своему мужу или гостям, то приготовьте ее, соблюдая все эти тонкие условия, чтобы ваша еда влияла на людей положительно. Наша религия, Ислам, требует от нас, чтобы мы соблюдали чистоту во всем, в прямом и переносном смысле. Умар ибнальхаттаб, да будет доволен им Аллах, во время своего правления, приказывал мужчинам, которые пекли хлеб, завязывать на лбу платки, чтобы пот с их лбов не попадал в тесто, и убирать волосы с рук, чтобы защитить тесто от попадания волос. А на сегодняшний день, в еде, которую женщины готовят, не соблюдая ничего из перечисленного выше, можно пинцетом собрать целую горстку волос. И это лишний раз доказывает нам, что мы не соблюдаем свою религию. Сегодня мы хотим, не соблюдая ничего из перечисленного, чтобы у нас дома все было хорошо. Нет, сестры, пока мы не будем все это доводить до сознания наших детей, обучая их всему, что необходимо в семейной жизни, и пока каждый из нас не будет соблюдать обязательные для мужа и жены правила, то количество разводов и скандалов в нашем обществе будет только увеличиваться. Дай Аллах нам разума осознать все эти ценные моменты семейной жизни, и да одарит нас Аллах всем необходимым для счастливой жизни. Аминь. СИК АЛАМАЛАЛХАРУЛЕСЮНГИ НИЦЕТА ГУРТЛУ ХИЗАМА РУК А ОВШЕСТУ РУСУ ДжАМАТ БУК А РУК ХИЦИК ХИЗАВУЛЕСЮНГИ ЛЕСАУФА ААУДУЯ ОМГИИ УПРАББИЛУ РАЦАКИЗЗАКИ АМУТЦУКИ КУЛЛА ЭШВАКИ ВАРАШУФУ ИТАРАЮННААКИ СИК АЛАМАРУЛЕСЮНГИ